Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник, и здесь мы учимся использовать CommonLisp. А сегодня в этом видео я хочу рассказать о том, как превратить вашу CommonLisp-программу в запускаемый файл, чтобы даже те, у кого CommonLisp-а нет, могли ей воспользоваться. Сегодня мы посмотрим на несколько способов. Попробуем создать небольшую программу прямо в репли, а потом сделаем из нее запускаемый файл. Затем я напомню, как это делается с помощью Roswell. Если что, вот здесь есть ссылка про Roswell. В том ролике я также показывал, как Roswell помогает делать запускаемые файлы. Сегодня лишь хочу напомнить про это. Дальше я покажу еще один способ, как обойтись без Roswell и при этом сделать так, чтобы вашу программу можно было собирать под разными реализациями CommonLisp-а. Ну и напоследок мы посмотрим на такую библиотеку, как Deploy. Зачем она нужна, я расскажу ближе к концу ролика. А пока смотрите. Поехали. Сейчас я запущу SBCL и попробую прямо из репла создать небольшую программу, которая печатает текущую реализацию CommonLisp-а и некий Hello World. Итак, здесь у меня Shell. Я сейчас запущу SBCL. Запускать его буду через Roswell. Но на самом деле вы можете использовать SBCL, установленный, например, с помощью какого-то другого пакетного менеджера. Это не важно. Теперь нам нужно написать небольшую функцию, которая выводит Hello World. Diffune, Main. Дальше с помощью принта, точнее с помощью формата, выведем Hello, From. И здесь я выведу название текущей реализации CommonLisp-а, которую отдает функция LispImplementationType. Вот так. У нас есть функция Main. Можем попробовать ее вызвать. Вот ее результаты. Теперь нам нужно вызвать функцию SaveLispAndDye. Я про эту функцию рассказывал в одном из предыдущих роликов. Вот здесь сейчас на него будет ссылка. И там мы использовали функцию SaveLispAndDye для того, чтобы сдампить на диск текущий образ CommonLisp-а. Но сегодня мы будем использовать ее не для того, чтобы сделать просто Core, а мы сделаем с ее помощью запускаемый файл. Чтобы это сделать, пишем SaveLispAndDye. Дальше имя программы, как мы хотим, чтобы она была записана на диск. Допустим, sbcl.app. И обязательно нужно указать ключ Executable. Установить его в True, чтобы sbcl сдампил нам не только Core, но также сделал его запускаемым файлом. Все, теперь ждем. sbcl вышел, как и в случае с Core, он завершает свою работу. Но при этом, вот тут видно, что в текущей директории создался файл sbcl.app. Попробуем его запустить. Так, он почему-то запустил мне REPL. А, вспомнил. Я же не сказал функции SaveLispAndDye, какую функцию надо запустить. Что ж, давайте проделаем все заново. Вернемся чуток назад. Я скопирую эту функцию. Дальше скопирую SaveLispAndDye. Помимо опции Executable, нужно еще сказать, что нужно запустить нашу функцию Main. В sbcl это делается с помощью аргумента TopLevel. Говорим, что нужно запускать Main в качестве точки входа. Снова делаем Dump. Попробуем запустить наше приложение. И вот теперь оно выводит правильный Hello World. Однако, тут размер приложения 44 МБ, что многовато для Hello World. К счастью, у sbcl есть возможность сжатия экзешников. Проделаем эти манипуляции снова. Вот наш Main. Копируем сюда SaveLispAndDye. Что ж такое. И сюда добавим еще опцию Compression. Посмотрим. Теперь вот sbcl вывел какую-то информацию о том, что он сжимает данные. Посмотрим на то, что получилось. Теперь наш Hello World занимает 13 МБ. Что ж, хорошо. Под sbcl мы программу сделали. Кстати, те же самые манипуляции можно положить в файл. Например, я могу взять этот код, запустить его из файла. Назовем его sbcl.app.lisp. Я удалю лишние строки. И по идее, по идее, если я теперь загружу этот файл в sbcl, например, мы можем сказать команду load sbcl.app.lisp. sbcl загрузит его и сделает сразу дамп программы. То есть у нас и код программы, и команда на то, чтобы сделать запускаемый файл, лежит в одном файлике sbcl.app. Здесь у нас получился второй файл с приложением sbcl.app. Это тот же самый Hello World. Но в этот раз весь его код лежит в файлике sbcl.app.lisp. Вот такой простенький Hello World на Common Lisp. Что же, теперь давайте попробуем сделать все то же самое, но с Clojure CL. Давайте попробуем просто запустить этот файл под Clojure CL, как я это делал только что. Я его немножечко модифицирую. Заменю здесь на sbcl.app. Как думаете, получится ли у меня скомпилировать это приложение под sbcl. Я укажу розово, что хочу запускать sbcl. Clojure CL и загрузить этот файл. Но, как видите, Clojure CL жалуется на то, что функция save.lisp.dye не определена. Это все потому, что в разных реализациях Common Lisp свои расширения для создания запускаемых файлов, потому что стандарт это не специфицирует никак. Поэтому нам придется немножко поменять код. Чтобы программа заработала под ssl, нам нужно использовать другую функцию для дампа запускаемого файла. в принципе мы точно так же из репл могли бы ее использовать, но поскольку у нас уже есть файл с приложением, я просто заменю здесь название функции на правильное. Вот так выглядит дамп запускаемого файла в Clojure CL. Давайте попробуем снова загрузить этот файл. Я запустил розвел, что-то произошло и ура, у нас появился Hello World на Clojure CL. Попробуем его вызвать. Как видите, теперь тут написано Hello from Clojure Common Lisp. этот Hello World побольше, чем сжатый Hello World, получившийся в Asbissel. Итак, что же мы увидели? Функции для того, чтобы дампить запускаемый файл, разнятся от одной имплиментации к другой. Поэтому давайте посмотрим быстренько, я напомню, как Roswell помогает унифицировать этот интерфейс. И сейчас мы сделаем такую же простенькую программку, тот же самый Hello World, но с помощью Roswell соберем его под SBCL и под Clojure CL. И вы увидите, насколько это просто. Сначала я сделаю команду Ros init app. Она создает заглушку для вашей программки. Теперь мы в нее добавим наш Hello World код. Я просто скопирую его вот отсюда. Поредактируем app.ros. Здесь уже есть функция main, но она пустая. Просто удалю ее и вставлю наш main. Все. Теперь нам нужно сбилдить приложение. Давайте я его переименую, чтобы у нас запускаемые файлы имели разные имена. Сделаем app.ros. Переименую его в ros.sbcl sbcl и также скопирую его в ros.scl. Сейчас мы их будем компилировать с помощью roswell и разных реализаций common lisp. Вот так. У нас получилось два файла. Содержимое у них абсолютно одинаковое. Я могу даже сделать div, если не верите. Сделаем div. Файлы абсолютно одинаковые. Итак, давайте скомпилируем наши программы под sbcl и под closure cl я буду использовать ros.build только ему явно скажу что нужно использовать для сборки sbcl и передам название скрипта ros.sbcl В выводе видно опять что sbcl сжал запускаемый файл посмотрим на то что получилось вот здесь у у нас получился бинарник по размеру он тоже 13 мегабайт как и тот который мы сделали вручную если я его запущу то вижу все тот же hello world теперь смотрите команда для сборки этого бинарника под сесель O ничем ничем не отличается я только говорю что розвалу что нужно использовать другую реализацию common list скрипт там тот же самый Я его просто переименовал, чтобы результирующие бинарные файлы, результирующие программы на диске отличались, и мы могли увидеть, какие они будут по размеру. Посмотрим, что получилось. Вот у нас получилась программа ROS CCL, которая по размеру тоже 32 МБ, как и та, которую мы сделали вручную. Но единственное, нам теперь не пришлось думать о том, каким образом, в какой реализации Common Lisp нужно дампить запускаемый файл. Обо всем этим позаботился Roswell. Если мы захотим собрать нашу программу под какую-то другую реализацию Common Lisp, которая Roswell поддерживается, мы просто поменяем вот здесь название реализации, а скрипт для сборки останется абсолютно таким же. Запущу сейчас наш Hello World, получившийся с помощью Roswell для CCL. Убедимся, что он работает. Да, он все так же выдает Hello from Closure Common Lisp. Но я знаю, что Roswell нравится не всем, хоть и зря, но тем не менее это факт. Не все любят Roswell. Поэтому предлагать использовать исключительно его для сборки бинарных программ я не могу. Давайте посмотрим на то, какие могут быть другие опции, если мы хотим, чтобы нашу Common Lisp программу можно было одинаково собирать под разными реализациями Common Lisp. И в этом нам поможет ASDF и его функция Make. Сейчас я превращу наш код в ASDF-систему, так, чтобы его можно было загрузить с помощью ASDF. Для начала давайте добавим описание ASDF-системы. Я сделаю файл app.asd. Открою его прямо в Veeam. Сегодня у нас будет день Veeam. Будем программировать на Common Lisp в Veeam. Но без Ripple. Ripple я буду запускать из консоли. Пускай это будет система APP. Я всегда использую для своих проектов Package Inferred тип систем в ASDF. Зачем это нужно я рассказывал уже, но в принципе так просто проще. Потому что тут нам теперь не надо никакие компоненты указывать и помнить, как они в ASDF-системах указываются. А я просто пишу Depends on и здесь app, только лучше вот так. Все. У нас готова ASDF-система. Теперь нужно написать файл app.lisp. Сейчас я сюда скопирую наше приложение с Hello World. Для порядка добавим сюда in-package CL-user. Как-нибудь вот так. И все. Здесь есть main. Попробуем запустить SBSL и загрузить наше приложение. Я добавлю текущую директорию в ASDF-режистре, чтобы ASDF мог найти приложение. И теперь его загружу. Так, у меня были некоторые сложности с тем, что SDF не понравилось. То, что в начале файла app.lisp нет определения пакета. Я туда добавил минимальное определение пакета. И теперь надеюсь, что система загрузится. Да, вот она загрузилась. И я могу попробовать вызвать main. Main выводит Hello from SBSL. Теперь, как же нам сделать так, чтобы можно было собрать запускаемый файл? Теоретически, можно сделать это с помощью команды ASDF-make. Сказав вот так. ASDF-make app.lisp. Make выполнился, но ничего не произошло. Если мы выйдем, то здесь не появилось никаких новых файлов. Для того, чтобы make сработал, нужно добавить в ASD, в описание SDF-системы, некоторое количество кода. Давайте же его добавим. Итак, первое, что нам нужно сюда добавить, это настройку build operation. И там должно быть написано program.op. Это даст SDF понять, что в случае, когда мы запускаем для этой системы SDF-make, он должен собрать нам запускаемую программу. Кроме того, нужно также указать имя файла, в котором требуется сохранить программу. Это можно сделать с помощью команды build-path-name. Что же такое-то? Path-name. Назову ее SDF-app. Также здесь нужно указать, как и в случае с чистой SBCL или ClosureCL, нужно указать функцию, с которой программа должна стартовать. Тут это называется entry point. Вот наш entry point. И сразу хочу добавить один небольшой трюк. Если собирать программу в том виде, как мы сейчас описали, то под SBCL не будет использоваться компрессия. И Hello World получится большой. Так вот, чтобы компрессию поддержать, можно явно подсказать SDF, какую команду следует использовать для дампа программы. Например, можно добавить специальный метод SDF-perform для операции ImageShop. и сказать ей, что для системы APP нужно дампить ее на диск с помощью вот такой вот команды. Кстати, заметьте, тут UI-op используется. Это как бы часть ASDF. И на самом деле под капотом, наверное, вот этот вот SDF-program-op использует dump-image. Но только без вот опции compression. Здесь же мы говорим, что если SBCL поддерживает компрессию, то используя эту команду с настройкой compression. Сейчас я сохраню этот файл. И давайте попробуем снова запустить ASDF-make. Я запускаю SBCL. Кстати, в прошлый раз я добавлял текущую директорию в SDF-CentralRegistry, чтобы SDF увидел нашу систему. Давайте покажу, как это можно сделать по-другому. Можно сказать CL-source-registry. И сюда передать пути, в которых нужно искать SDF-системы. Только пути лучше делать абсолютные. И каждый путь должен заканчиваться backslash-шом. Я указал текущую директорию. Ну, или можно, наверное, в принципе, вот так. Давайте проверим. А, нет, так не работает. Почему-то в этом случае нужно указывать абсолютный путь. Хорошо, укажу его как абсолютный. С помощью команды pvd получу текущий путь, добавлю к нему backslash. И теперь SDF будет видеть наш app.asd в текущей директории. Я могу просто вызвать SDF-make-app. Как видите, SDF начал компилировать нашу систему. Затем он запустил сборку запускаемого файла в SBCL. SBCL сделал свою работу, пожал файл и вышел. Файл должен был бы сохраниться в SDF-app. Вот оно, это приложение. Попробуем его запустить. Получился hello from SBCL. Теперь сделаем то же самое под Clojure CL. Только я сейчас немножечко модифицирую описание системы. Давайте мы вот сюда в ее имя добавим SBCL, чтобы мы видели, что это приложение собрано с помощью Clojure CL. И опять я через розвел запущу репл, только с Clojure CL. Я указал его вот здесь. Вот он у нас запустился, Clojure CL. И в этот раз мы снова делаем SDF-make app. Как видите, сборка прошла даже быстрее. И в текущей директории появился файл SDF-app.ccl. Запускаем его и видим hello world from Clojure Common Lisp. Получается, что с помощью SDF можно абстрагироваться от конкретной реализации Common Lisp и создавать запускаемые файлы одинаково на любой реализации Common Lisp, которая это вообще поддерживает. Хорошо. Это был третий способ сборки запускаемых файлов с помощью Common Lisp. Теперь давайте расскажу еще об одной очень полезной штуке. Эта библиотека называется Deploy. Она создана для того, чтобы упростить распространение программ, написанных на Common Lisp. Что эта библиотечка собой представляет? По сути, это обертка над SDF-make, которая умеет собирать не только вашу программу, но также она понимает, какие дополнительные расширения, расширения, бинарные библиотеки в вашей программе нужны. И эта библиотека Deploy умеет эти библиотечки динамические собирать в одно место, чтобы потом это все можно было вместе с вашей программой упаковать в один архив и отдать конечным потребителям. Давайте посмотрим, как надо поменять наш EPP-ASD для того, чтобы с ним заработал Deploy. Для начала нужно сказать SDF, что наша система, а точнее ее сборка, зависит от другой системы Deploy. Это делается с помощью ключа DevSystemDependsOn. И тут нужно перечислить зависимости, нужные для сборки. Говорим, что нам нужна библиотека Deploy. Также нужно поменять BuildOperation. Теперь нам нужно указать не Program.op, а Deploy.op. Имя файла для сборки я тоже поменяю, чтобы мы видели разницу. И давайте попробуем сделать это зависящим от типа LISP. Здесь я добавил условные инструкции, чтобы в зависимости от того, под какой реализацией загружается файл, имя программы менялось. Под SBCL у него будет суффикс SBCL, под CCL будет CCL-суффикс, а под другими реализациями Common LISP будет суффикс Other. Это просто для удобства. Так, еще такой важный момент. Кажется, что для Deploy не нужно указывать компрессию. Я ее пока закомментирую. Сейчас мы это проверим. Все, я удалил компрессию. Попробуем загрузить и скомпилировать эту систему под SBCL. Запускаем наш SBCL. Теперь нужно загрузить Deploy из QuickLisp. Сам SDF автоматически этого не сделает за нас. А теперь можно запустить SDF MakeApp. Так, что-то пошло не так. Интересно, с таким я пока не сталкивался. Давайте сейчас возьму немножечко тайм-аут, попробую решить эту проблему. Так, друзья, я разобрался, в чем была проблема. Оказывается, Deploy, когда работает под SBCL, хочет в папку BIN скопировать библиотеку, которая называется LibZSTD. Но проблема в том, что на моей Ubuntu был установлен пакет, который называется LibZSTD1. Он включает в себя SO-файл, который заканчивается суффиксом .1. А CFFI искал его просто как LibZSTD.so. Чтобы это починить, я установил с помощью apt-get библиотеку LibZSTD.df. И она как раз включает в себя правильную SO-шку. Если мы посмотрим на нее с помощью dpkg-sl, то увидим вот здесь правильный SO-файл. Интересно, они отличаются или нет? А на самом деле это просто sim-link. Но давайте вернемся к сборке нашего приложения с помощью Deploy. Запустим SBCL и скажем ему sdf make app. Deploy уже у нас установлен с помощью QuickLisp, поэтому я ожидаю, что эта команда соберет нам приложение. Жму Enter. Волнительный момент. Что-то происходит. Как видите, с помощью Deploy тоже получается сжатый образ. И вот нам Deploy, библиотека Deploy пишет, что же она делает. Она собирает нам приложение в папке bin. Кроме того, оно дополнительно должно туда сложить какие-то SO-файлы. Посмотрим, что получилось в папке bin. Вот видите, здесь наше приложение и нужна ему библиотека. Здесь библиотека только одна, и она нужна для того, чтобы разжать сжатый executable файл, который создал SBCL. То есть мы можем просто взять вот эту папку bin, запаковать в архив, отдать пользователю, и даже если он запустит этот файл на Linux, где библиотека lib.ztd у него не установлена, она все равно будет присутствовать в архиве, и приложение эту библиотеку увидит. Если запустить программу, смотрите, Deploy выводит кучу каких-то сообщений. Не всегда это хорошо, особенно если вы там делаете какую-то утилиту для командной строки. Наш Hello World во всем этом выводе просто теряется. Вот он, кусочек, который выводит сама наша программа. Давайте покажу небольшой трюк, как можно модифицировать описание SDF-системы для того, чтобы сказать Deploy, что не нужно выводить никакую дополнительную информацию о том, что он там делает и какие хуки запускает. Итак, давайте сделаем приложение, которое не будет выводить дополнительные отладочные информации от Deploy. Чтобы сделать это, нужно добавить специальный флаг в фиче Common Lisp. Снова запущу SBCL. Теперь мы добавим фичу, которая называется Deploy Console. Эта фича останется и после дампа приложения на диск и Deploy будет понимать, что приложение запущено в консоли и отладочный вывод будет только мешать. Я добавил фичу, теперь снова делаю SDF Make. Опа-па. На этот раз он сдампил image. Попробуем его запустить. И мы видим, что только наш Hello World выводится в консоль. Давайте попробуем добавить зависимость от каких-нибудь других динамических библиотек и посмотрим, сложатся ли они в папку BIM. Для этого я отредактирую наше приложение и добавлю туда несколько библиотек зависимости. Допустим, мы добавим туда мою любимую библиотеку для работы с HTTP, Dexador, и посмотрим, какие бинарные зависимости она за собой потащит. Пойдем в app.sd добавим здесь зависимость от Dexador. Теперь, кстати, чтобы не собирать каждый раз программу из REPL, можно сделать следующее. Можно common list сказать команду eval, которая загрузит все необходимые зависимости или сделает, например, эту нашу команду, добавляющую фичу DeployConsole. Я могу сделать ключ eval, который добавляет фичу. Допустим, потом сделаю eval, который загружает наше приложение. Давайте сначала загрузим Deploy. Затем загрузим наше приложение, чтобы подтянулись все зависимости, включая новую зависимость Dexador. и теперь запустим, собственно, сам билд. eval sdf make. Вот нам Deploy написал, какие библиотеки он копирует в папку BIN. Это libcrypto, libssl. Давайте посмотрим, что там получилось. А также он, кстати, пишет, что будет с помощью специального хука эти библиотеки загружать при старте программы. Посмотрим, что получилось в папке BIN. Здесь, помимо zstd, теперь еще две библиотеки SSL и крипто, которые нужны нашей программе, чтобы использовать Dexador. Но программы пока их не используют. Это как бы просто демонстрация. В итоге программа, собранная с помощью Deploy, можно запаковать в архив и отдать пользователю. А можно использовать дальше какие-либо пакетные менеджеры и сделать пакет для Ubuntu, Debian, Windows, чего угодно. Я так понимаю, что Николас Хафнер, автор библиотеки Deploy, использует ее для распространения своих игр, которые он делает на Common Lisp. Например, последний его игрок Андрея тоже использует Deploy для того, чтобы собирать игру под Windows и другие платформы. Итак, давайте подытожим. Сегодня мы посмотрели на четыре способа сборки Common Lisp программ. Мы попробовали сделать это из Apple. Также вспомнили, как это делается с помощью Rosewall. И я показал, как он упрощает жизнь, что с ним не надо помнить об особенностях каждой Common Lisp реализации. Также мы отказались от Rosewall и сделали все то же самое с помощью SDF и его функции Make. А также посмотрели на библиотеку Николаса Хафнера Deploy, которая помогает не только собрать вашу Common Lisp библиотеку запускаемый файл, но и также она подтягивает все необходимые ей динамические библиотеки в одно место, чтобы можно было запаковать эту территорию в архив и распространять на потребителей вашей библиотеки. Используйте Common Lisp, пишите на нем программы, пусть ваши программы будут классные, пусть они нравятся людям, и таким образом все больше людей будут интересоваться нашим замечательным языком. Ну а с вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник. Всем лиспа в ваш сердца. Пока!